В двоих, блин, за 200 баксов оно того не стоит. Сэм, хай! С вами Йоджин и сегодня мы с вами снова будем играть в Cyberpunk 2077. Забавно, да, представлять, как люди 2077 года будут случайно натыкаться на эту игру и думать, блин, как же тупо люди из прошлого представляли наше время себе. Это как сейчас смотреть фильм «Назад в будущее», где представляли 2015 год, что машины летают, все такое ультра-хай-тек, и нет, нет, все не так, все не так безоблачно и не так технологично, как мы представляли. И, кстати, странно, что мы все представляем себе будущее как вот что-то такое полу, знаете, как будто разрушенное, как будто мы на своих же руинах пытаемся что-то строить. А руины причем еще даже и не разрушились до конца, то есть вроде бы все выглядит как технологично, но в то же время в каком-то упадке, как будто люди, которые это делали, еще в той жесткой депрессии находятся. И, кстати говоря, мы пришли домой. Мы пришли домой, и мы видим, о, множество соблазнительных рекламных роликов. Нам недостаточно на одном телеке рассмотреть, оу. Ха-ха-ха! Да, да-да-да. Кстати, да, детям нельзя смотреть эти ролики. Дети не должны смотреть эти летсплеи. Кто бы что ни говорил, а я считаю, что это все-таки влияет. А, нам надо нажать, да. Какая? Куда нам нужно? Вернуться домой, поехали. Вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня глава цирки и последний руководитель Элия. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Хвала тебе, небесный наш. Тут так много интерфейса, задания от Ти-Бэк. Я не прочитал. Ладно, мы сейчас поднимемся. Тут очень много всяких данных на экране. Мне трудно по первой ориентируйся. Надо привыкать к этому. Здоров, ребят! Че мутим? Они вообще на меня... А, могу поговорить с ними? Так, я нажал говорить. Они не стали со мной. Погоди. Погоди, я что-то не понял. Что? Что значит нет? Вы знаете меня, ребят, что надо... Я всегда пробую такие вещи в играх. И оказывается, что тут все возможно. Оказывается, все возможно здесь. Вот так вот Евгений взял и нашел приключение на свои длинные ногти. У нас стейлс, у нас стейлс, у нас стейлс. Полиция? А, полиция! А, стой! Стой! Все, 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 все. О, боже мой, две звездочки! О! Как вы здесь оказались, полицейские? Черт! Ну, мне очень нравится, что игра позволила мне убить человека. Потому что я теперь этого точно делать не буду. Буду стараться быть аккуратным. Что ты сейчас здесь делаешь? Что ты перестрелки? Иди домой! Все, три звездочки! А! Да, блин, только игру, игру начал. Ну, только начал. Что за отстой? Где мой шприц? Хорошо, буст. Все, я должен... Мне совсем чуть-чуть до дома-то осталось. Побежали! А! Нет, я домой! Я домой! А, вы что здесь делаете? Они меня дома уже ждали. Откуда столько их в моем доме? Что вы делаете у меня дома? Загрузить с контроля точки. Ладно, хорошо, мы проверили. Мы узнали. В этой игре можно убивать кого хочешь. Это супер круто. Откуда мы теперь начнем? Наша репутация изменилась. Мы стали плохими людьми теперь. Но голос все еще у нас прекрасный. Такой доброго человека. Так что не переживаем. Ладно, да, мы поднимаемся. Придется заново подняться. Потрать потратить на это время. Давай, сканируй меня. Поехали. Добрый вечер, Найт-Сити! Ти-Бэк ответить. Забыла сказать. У знакомого Нитранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Итак, Ти-Бэк дала вам поручение, которое станет вашим первым шагом в развитии Нитранерских навыков. И наша вторая гостья, Карина Ли. Предыдущая популярная наша учебуйся. Красиво. Прям хочется побегать по этому городу и узнать, он действительно такой свободный. Ребят, привет. Ты проблемы ищешь? Нет, нет, не ищу. В прошлый раз я их случайно нашел, но вообще чисто проверял. Просто проверял. Нельзя подобрать. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику. Просто ради интереса. Здесь есть возможность отключить все вот это. Короче, здесь нельзя отключить нецензурную лектику, поэтому, ребята, имейте в виду. То есть ты стесняешься? Да, тут прям все. Прям очень жестко здесь выражается. Ну, в смысле, это прикольно, на мой взгляд. Главное, чтобы это все звучало, знаете, аутентично. Если там будет специально вставлять... Чувствуется, когда мат вставляется, лишь бы вставить. И тогда это уже так немножко кринжово. Ладно, мы дома, давайте душ примем. У меня все время, если я думаю, блин, я что же за женщину играю? Вот это вспоминание, это я же я просто взял специально, сам поставил. А, хорошо. Я сам поставил себе длинные ногти. Я в одежде. Я в одежде в душе, черт возьми. Нафиг я это сделал. Ладно, давайте полотенцем. Надо вытираться? Нет, не обязательно. Буду мокрый ходить. Итак, лечь спать наша задача. Открыть тайник с оружием. И у нас пока вообще что-то ничего нет. Ваш тайник это защищенное хранилище, которое доступно во всех убежищах. Понятно. Тут можно будет модифицировать, да? И прочее, 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 прочее. Ясненько. Стоп, а что тут написано? Открыть тайник. А-а-а. Ой, я сюда... У меня сюда глаза разбегаются, когда я вижу вот это вот все. Надо все читать, да? Надо все изучать. Так, неохота. Я казуальный игрок. Мне хочется просто взять и пулять. Хорошо, у нас есть пистолетик. Вот это снаряжение V. Это вот сейчас у нас есть. У нас есть вот этот шмот. Есть в хранилище обычное, обычное, обычное. У нас уже какая-то прикольная... Не знаю, что это такое. Торс у нас прикольный. Короченный свитер. Любимая футболка. Шесть и три единицы брони. Пять, три. Так, окей, хорошо. Стоит не так уж и много. А это что? Кроссовки и еще одни кеды. Три единицы, три. Ага, мог бы вот это убрать? Это мы что, типа, сделали? Мы, типа, это сложили. Да, мы это сложили. У нас есть брюки три и девять. Три и восемь. На нас, в принципе, самое все прикольное, да? Получается, одето. Да. Из оружия. На самом деле, тут вообще ничего нету из оружия. Тут у нас есть пестоль. Используется тот, что получше. Хорошо. А вот этот... Также используется у нас пистолет получше. Но у нас здесь есть вот еще что. Например, вот этот вот... Этот дробовик, да, получается? Можно мы его использовать? Ой, я его положил. Как его... Как его заюзать? Ладно, хорошо, вот это можно... А, вот есть иконка сразу, которая показывает, что это хуже. Все, складываем. Потом продадим. Наверное. Окей. Ну... Все, мы изучили вроде как... Последняя игра в спасателей. Все, спать. Последняя РПГ, в которой я играл прям очень, так, знаете, заморочена, это была Диабло 2. После этого меня ждал огромный перерыв. Вплоть до сегодняшнего дня. Я отучился читать вот эти все циферки и прочее. Делать анализ предметов, которые у тебя есть. Сидеть, разбираться, заморачиваться. Так. Ну-ка, это что такое? Выпить. О, мне звонят. Джеки. Нет, спал. Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к Биамону корпоратки. Болезнь через Биамон? Нет, это не верно. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Прикольно же может быть такое, да, в будущем, когда у нас будет электроника и программное обеспечение внутри, что у нас будет новый тип болезней. Именно вирусы. Так, опять. Привет, Вер. Реджина. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа у Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Ви. Как-то не верится, да, что после вот этой пандемии, которая сейчас творится у нас, после всего, что люди пережили, в 2077-м вот так вот народ будет выглядеть. Потому что, ну, это же произвол, это кошмар, это антисанитария. Неужели люди в этом году не научились убирать мусор нормально? Неужели все пустили на самотек? Или это выгодно так держать в таком состоянии людей? По идее, если я спрыгну, мне кранты, да? Хорошо, встретиться с Джеки надо. В целях экономии времени и не проходить эту игру миллиард лет... Опять же, я не уверен, что я буду до конца проходить эту игру, поскольку я такой человек, я быстро теряю интерес, особенно если игра становится, знаете, очень сильно повторяться начинает. И тут нужна ваша поддержка. Чем больше ваших лайков, ребят, тем больше... Тем больше мне будет хотеться в это играть. Новый чип. Пять лучших работодателей на... За 2007-й год. 77-й год. Прочитать сообщения. Настало время вновь представить наш ежегодный список самых крупных и престижных корпораций Night City. Кто предоставляет оплачиваемый отпуск? Кто оплачивает сотрудникам страховой полюс травма Team? Кто обеспечивает скидки в детском саду и службах охраны детей? Читайте в нашем рейтинге. Первое. Арасака. Всемирно известный японский дзайбатсу. Вновь вышел на первое место. Эта корпорация оснащает рабочих самыми современными имплантами. И отобрать их можно всего за... Отработать их можно всего за 20 лет. Господи. Второе место. Милитех. Крупнейшая компания Америки по производству оружия. Предоставляет сотрудникам скидку до 50% на все оружие Милитех. Это надо запомнить. Хотите подарить всему семейству по ККП-31? Значит, Милитех ждет вас. Биотехника. В 2077 году бронзовую медаль получает Биотехника, где предоставляют до 6 оплачиваемых дней отпуска в год. Ко Кан Тао. Крупнейший в Китае производитель техники и оружия дарит сотрудникам золотой полис травма. Тим, за 50 лет отработки вам ни минуты не придется беспокоиться об оплате страховки. То есть всю жизнь, просто ты всю жизнь посвящаешь своей какой-то корпорации. Это вот... Это, блин, один из моих страхов таких неприятных будущего. Что ты будешь присвоен... Твоя жизнь с самого рождения будет присвоена какой-то корпорации. И это все. Это будет твой лимит, твой предел. То есть изначально будет сразу отображено... Короче, типа... Сразу будет предрешено, кто будет элитой, кто будет не элитой. Отчасти, наверное, капитализм ругает. Вот именно за того, что представляет однажды его вот таким вот. Да на самом деле любая политическая система, экономическая система в утрированном своем виде представляет ночной кошмар, мне кажется. Во всем надо искать баланс. Поэтому хорошо, когда в политике есть, знаете, правая, левая сторона. И они друг с другом вот так вот пытаются все время бодаться. И в итоге образуют какую-то золотую середину. Окей. Корпорация Knight. В плане бюджета и амбиции Knight не сравнится с крупнейшими международными корпорациями. Зато там точно знают, как избаловать сотрудников. Корпорация Knight пробралась в пятерку лучших благодаря своему недавнему заявлению о снижении обязательной рабочей недели до 80 часов. Окей. Если вы хотите проводить больше времени в кругу семьи, вам наверняка понравится здесь работать. Просто жесть. А еще жесть. Представляете, подписывайтесь так. С тех пор, как я потерял голос свой, я до сих пор чувствую, как мне тяжело дается вот просто триндеть на камеру. Здоров. Давай еще двадцатый раз. Ты сможешь. Вообще тут у тебя бицуха механическая. Это не честно. Что-то смысл в этой кнопке говорить, если все просто угукают. Да. Может быть у меня навык общения плохо развит. Давай, чувак. Можешь. Мадеж. Этот? Давай посмотрим. Можешь попробовать? Да. Давай. Заодно получимся рукопашки. Легче на ногах. Голово все время в движении. Так. Ваши кулаки могут быть грозным оружием. В кулачном бою вы можете как наносить удары, так и блокировать выпады врага. Особенно с моими ногтями. Так. Итак, погодите, погодите, стоп. Быстро атаковать. Блокировать правое. Ага. Все, я понял. Такие мягкие у него ручки, посмотрите. Мягкие ручки. Уху. Фига он связки делал. Ты, блин, получил. Я. Я смог. Хо-хо-хо. Он нагнулся передо мной. Что ты имеешь в виду? Что у тебя есть насчет боев? Он хочет меня в бои пригласить? Ну все. Ты говорил насчет боев? Этот город меня поглощает своими соблазнами. Что у тебя на ринг? Есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы. Ты просто льстишь. Ты просто льстишь мне. Эти бои, скажем так, не совсем законны. Но очень выгодны. Выгодны для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Врать не буду. Как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Справедливо? Справедливо. Я и говорю. У тебя есть чутье. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь, получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатки, выходишь в финал. Все ясно? Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в каблуке. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способен. Победить всех соперников и выйти в финал. Ну ладно. Это вот наше задание, добраться до места боя. Подожди, мы должны были с Джеки встретиться. Как нам посмотреть... Как нам посмотреть все наши задания? Сообщение. Смотри, пара слов о твоих соперниках. Кабуки. Сюрприз. Приедешь, увидишь. Ароя. Бак из шестой улицы. Мерзкий хер. Глен. Цезарь. Кулаки как кувалды. Клуб животных. Лосиха. Легендарная тетка. Кого угодно расплющит. Хорошо. Окей. Отслеживать задание. Пойдемте драться, Джеки, прости. У меня тут есть дела поинтересней. Надо же нажимать. Ладно, я просто попробую. Сейчас мне надерут задницу и потом посмотрим, что дальше будет. Я уже чувствую свободу. Я даже нервничаю перед боем. Я же не уверен, нифига. Так, раз, два, два. И ногтями глаза. Глаза выковыривать. И лицо царапать. И цеплять за волосы. Вот такой у меня. Такой апперкот и за волосы. Давай, открывай. Не томи. Какие медленные лифты здесь. Не могли в 2077 году лифты-то нормальные придумать? 600 метров. Ладно, бегом. О, блин. Что такое? Заявки на расследование. Полиция заплатит вам за помощь. Окей. Я думал, загрузка города начинается. Нет, нифига. А, погоди, Джеки. Ладно. Потом с боями разберемся тогда. Блин, я тоже хочу пожрать. Погоди, погоди. Поговорить с Джеки. Все-таки. Реджина. Ага, Тебек. Это вот мой телефон, да? Потом. Что у нас есть? Есть вот троечка. Создание, снаряжение, карты, персонаж. Открыть журнал. О, боже мой, как много всего. Итак, первое. Это второстепенное задание. Кровь и кость очень высокие. Как много всего. А это завершенно, да? Каждому свой. Забрать заказанный пистолет Уилсона. Добраться до места боя в кабуке. Вот. Я хочу вот это отслеживать. Все. Джеки. Я скоро подойду, ты пока хавай. Слушайте, ну да. Прямо это город. Вот он такой живой. А, тихо, тихо. Я иду сюда против толпы. 650 метров. Что-то далеко. И что? Я могу прям каждому. Все наладятся, да. С каждым могу пару слов перекинуться. Прикольно. Нас, походу, не представили. Да ты вообще не знаешь меня. Окей, сорян. Слушайте, такое разнообразие людей. Посмотрите, они все разные. Такой толстячок забавно идет. А я могу тырить машины? Здрасте, я к вам. Перехватить управление. Мне не хватает кулаков. У меня 4 кулака из 6. Ладно. Если я ударю, что будет? Выносливость. Хорошо, просто выносливость теряется. Ладно, побежали. Потом вернемся к Джеке. Да. Такая картинка киношная прям. Еще не хватает каше вот этих полос черных снизу и сверху. Было бы прям совсем кино. Блин, камера трясется. Я не знаю. Это не очень приятно. Что-то я не нашел настройку, как убрать вот это дрожжение камеры. Я просто боюсь, что вам это не очень приятно будет смотреть. Да и мне не особо нравится. Резко немножко. Чуть-чуть плавнее бы сделали, было бы лучше. Тем более, что когда ты сам бежишь в реальной жизни, у тебя ничего не трясется. У тебя как-то мужичок все стабилизирует. Блин, как прикольно здесь. И выносливости на самом деле очень много. Прям бежишь и бежишь. А, вот все, я перестал бежать. Так. Ну, мы-то с вами нарушаем правила, да? Хоп. Хоп. А, мама. На капот упал. На капот упал. Ты что делаешь? На тебе. Окей, опасность здесь переходить дорогу вот так. Но я люблю опасность. Опасность это второе имя мое. Что тебе надо? Ну, отвечай, отвечай. У меня завелись крысы. Я понимаю, проблема не новая. Только мои крысюныши чуть больше размером и одеты в антигринные когти. Самая крупная из них некая Такика Ночи. Сделай одолжение своему фиксеру. Проведи терротизацию. Все данные уже у тебя. Окей. Прочитаем. Тип заказа нейтрализации. Ага, это ладно, мы потом почитаем это сообщение. Сейчас сначала бои. Евгений решил, Евгений сделает. Давай, мать ваша. Кто здесь? Кто со мной хочет драться? Только я смогу себя победить. Вот настолько я силен. А ну отдай. Новый чип. Жив-здоров. Оу. Тут все завалено. А куда же мне идти? Вот сюда прямо. А это что такое? Подключиться. А, мерзость. Итак. Добыча данных. Мы типа можем сейчас взламывать? О'кей. Один си. В смысле? Я нажал. Не выполнено. Что-то происходит. 55. Установлено. А, мы типа... Я помню. Хорошо. Мы какой-то... Что-то мы... Демоны отправлены. Взлом протокола. Окей. Открыть способности. Доступные очки характеристик. Один доступных очков способностей. Мы можем повысить себе хладнокровие, поскольку критический урон увеличивается на 2%. И все виды сопротивления повышаются на 1%. А урон при скрытном передвижении увеличивается на 10%. Окей. Смертельная поступь. Во время скрытного передвижения урон от оружия с глушителем увеличивается на 25%. Вы можете обезвреживать врагов с воздуха, ничего не подозревающих. Ага. Не убивай их при этом. Скорость скрытного передвижения повышается на 20%. Прекрасно. Как мне это зажать? А, вот. Купил. Дом тысячи стилетов. Вы можете метать ножи и зажимаете. Ага. Вот это мне еще нравится. Есть. А еще есть невозмутимость. Обезвреживание врага вызывает невозмутимость на 10 секунд и повышает скорость передвижения на 2%. Суммируется до 1 раза. Все виды сопротивления повышаются на 2,5%. Каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости. А, все. Доступно еще одно очко характеристик. Могу быть. Силу прибавить. А, у меня не хватает, да? Прикольный звук. Так. А куда? Куда очки характеристик? А, подожди. Может быть, вот так вот? Да, мы вот так можем впендюрить. Окей, хорошо. Давайте. Реакция. Уклонение от врага. Давайте вот реакцию. Пусть будет так. Все, мы себя прокачали. Вот, сюда. Здрасте. О, ну почему? Я что-то не понял. За что? Я же пришел на бои. Все, уходим. Тихо. Секунду. Прячьте меня, девочки. Спрячьте меня, пожалуйста. Все, прячемся. Музяра офигенная. Он меня видит? Блин. Какая хреновая у меня способность скрываться. Бегом, 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 бегом отсюда. А, нет. Черт, паркур здесь не работает. Сюда. Целая куча здесь, ребят. Я не этого ожидал. Я вообще не этого ожидал. Так, погодите. Где наши кабуки? Вот, отслеживает задание. Погодите, я что, вообще не туда пришел, получается? Я не туда пришел? Я не туда пришел! Когда мне позвонил этот тибэк, она дала мне задание. Я его принял. И не обратил на это внимание. Вот, что они начали на меня охотиться. Простите, друзья. Я невнимательный пипец. Все, я ушел. Я ушел. Ушел. Мне не нужна битва сейчас. Мне нужна другая битва. Ну все, все, ну все. Музыка, не прекращай. Успокоились. Пошутили и хватит. Ладно. Мне потребуется время, чтобы к этой игре привыкнуть как следует. И надо все время читать задание. Справа. Погоди, в какую сторону нужно пойти? Вот сюда. Блин, ну город офигенно сделал. Мне очень нравится. Ты куда? Может быть, сюда? Заперто. Да нет, я вообще ничего не делаю. Блин, ну вот. Мы тут. Открой дверь. О, нет. Сейчас попробуем, может быть, нам как-то получится забраться здесь. Попаркурить не буду. Нет, нельзя. Хорошо. Я вижу там указатель. Дорожка показывается, куда нужно идти. Но я что-то... Мне показалось, что она мне обманывает. Давайте еще раз попробуем. Вот мы вот так вот обходим. Вот так вот заходим. Помойка. Разве что вот эта дверь, которая закрыта. Пожалуйста. Что там в большом мире? Не знаю. Вы настаиваете, кажется, да? Чтобы я паркурить начал. Так, погодите. Теперь у меня любопытно. Да, блин, хватит. Ой, прости. Прости, пожалуйста. Весь твой бизнес запорол, кажется. А, вот. Мы можем выше. Мы можем выше. Ну, это же подпольные бои, да? Видимо, здесь как-то нельзя просто взять и зайти. Надо... Ты должен проявить выдержку. Или просто заниматься ерундой. Нет. Все неправильно делаем. Нам нужно как-то вот наверх. Погодите, вон лестница. Я вижу. Девкин, они спокойно так ходят. Просто по дороге. Машины мимо него проезжают. Нам сюда надо. Однако мне нравится, что здесь можно лазить повсюду. Возможно, будут видосы в интернете, как люди паркурят в этой игре. Есть! Здорово. Какой из вас мой соперник? Я. Ты? Вы что, близнецы? Вы один за другим, значит. Так не договаривались, но что уж. Кто первый? Не-не. Ты не врубаешься. Оба этих тела, это один человек. В смысле? У меня в глазах двоится. Я раньше близнецами был. Как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. А, сиамские. Они хотели стать еще роднее. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я. Один человек. На два тела. Мои дела делают все вместе. Вообще все. Ну ладно, давайте драться. Окей, тогда поднимем ставки. Почему-то это недоступная опция. Нельзя. Ладно, мне похер. Если вдруг третий братишка объявится, могу и ему вломить. Ну что, со страхами у тебя проблем нет. Посмотрим, как оно тебе поможет в драке. Ну что, можем начинать? Фу. Я могу просрать сейчас, вы знаете. Вы смотрите. Ага. Три. Ну а теперь я. Так, так, хорошо. 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 Вот. Теперь чуть-чуть отойдем. Стоп. В сторону. Он апперкот, да? Ударил хорошо меня. Так. Собра в сторону. Оу. Назад. Назад. Теперь удар. 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 Воу. В сторону. В двоих, блин. За 200 баксов оно того не стоит. На. По харе. По харе. По роже. Все. Свалил. Пинать. Пинать его. На тебе. По-моему, я вот так неплохо метелю. Все. Он уже. У него голова уже шатается. Шатается голова. Все. Землю уже жует. Хорошо уворачивается, однако. Я чуть-чуть подустал. Вот. Хотел локтем меня ударить, да? Замахнулся. Вот. Все. Смерть твоему брату. На. Слушай, походу я сейчас выиграю. Походу я выиграю. Один уже валяется. И, наверное, если там не будет, теперь четыре человека против меня. Я устал. Надо отдохнуть чуть-чуть. Погоди. Сейчас восстановлю. Выносливость свою. Нифига, он даже ногами может бить. Толкается. Все, он устал. Я чувствую, как он устал. Я его измотал. Девчонки, смотрите, как я дерусь. На. Есть. Двести баксов Евгений заработал. Ну что? Встаем. Свалили отсюда. Иди домой, блин. Поднимай своего братишку. Ты бросишь пощады, как твой братец, или хочешь еще? Че, ребят? Мой брат. Он, это я. Что ж до тебя не дойдет никак? На. Трои призовые. Ладно, ребят, мы теперь друзья. Подрались и подружились, правильно? Репутация. Некоторые действия идут на пользу вашей репутации. Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет в преступном мире Найт-Сити. И открыть новые возможности. Что? Нехило. А почему нельзя повышать свою репутацию в мире закона? Хорош сам с собой болтать. Так. Ребят, не могу не спросить. Вы друг у друга мысли читаете? Нет, нет. Я один человек. И сознание одно. Иначе меня бы уже от шизы лечили. Офигеть. То есть раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса драться. Да эти ты... Это было просто. А репер-то ваш часом не бухой был? А то рук вроде 4, но все как будто левый. Заткнись! Ладно, ребят, было весело. Спасибо. О, там река. Ой, сколько здесь всего можно посмотреть? Глаза разбегаются. Ладно, пойдемте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Боль. Я хотел прыгнуть на ее тележку. Ладно. Пойдемте к Джеки. Подвези, братан. Спасибо. Ю, я смог. Выходи, выходи, выходи. Джеки, я еду Есть Прекрасно, и так, сменить вид Q Ну, я меняю, жму Все Такое ощущение, как будто это Little Big играет Ау, тихо Сорян, сорян, аккуратней Только учусь, только учусь, ребят Арчер Бренд этой машины Оу Секундочку Преступление Ой, ой Ой-ой-ой-ой Тут же, да, тут прям гораздо строже люди И полицейские, точнее, реагируют Если такие строгие полицейские То почему город такой весь в преступности Нифига я так далеко ушел Все, мы уехали с места преступления Вон, 150 метров Воп И сюда Проезжайте, проезжайте мимо Объезжайте Привет, Джеки А я к нам с машины приехал Уже готов Давай, привет А, вот и ты Да Ты вчера говорил про какой-то сюрприз Я правильно помню Так есть хочу И то и другое Ты же вечно все забываешь Короче, так сложилось Что я нарыл для нас Офигенную работу Ммм, какую Ну, я, конечно, не знаю Насколько она офигенная Но выдал ее один человечек Как же вы звали? А, да Декстер Дэшон 150 килограммов фиксера Чувак из высшей лиги Найт-Сити Черный Христос По смерти Собственной персоной Декстер Дэшон Киану Ривз Я все жду, когда он появится Последние года два Он не появлялся На улицах говорили Что он на каникулах Два года? Это изгнание, а не каникул Что он делал? Наверное, загружал в себя пиццу И наяривал на Хартурный вет Главное, он вернулся И набирает новую команду А мы свободны Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично Один на один Так что сам понимаешь Все теперь зависит от тебя, эсэр Почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы Меня он уже видел Сказал, осталось проверить только тебя И дело в шляпе Окей Слушай, Ви Кто платит, тот и заказывает музыку Ему просто нужны гарантии Он нормальный мужик Серьезный То есть выбора у меня нет Декс, самый серьезный человек среди фиксеров Ты сам знаешь Я ничего не имею против Падро и Вакако, но Декстер, это высшая лига Понимаешь, о чем я? Нет, если честно Так как всегда Приходишь ты на чужую территорию Местный фиксер сразу показывает, чей будет длиннее Но улыбается тебе И обещает кучу денег и заказов Но в любом случае Ты для него просто имя в записной книжке Официант, который принесет ему на блюдечке Большой кусок от клиентского пирога Конечно Вы ходите вместе выпить Но бизнес есть бизнес Транспортное средство Вызов Чтобы вызвать свое нынешнее транспортное средство Используйте ВИИ Мигелюш для меня постарался Тачка ездит как новая Это мы посмотрим Ну что, Адель Туэн? Посмотрим, как она встает Встань, иди Все Да вообще-то у меня машина уже есть Я пригнал Но ты проходи Не стесняйся Это? Ну В принципе Наверное то же самое Да, я спокойно буду ехать Слушай, я даже не знаю Мне кажется, прикольнее из кабинки будет Типа как в реальности Сместе Да ладно Прохладно Она милаха Понимает меня с полуслова Блин, у игры получается создать это ощущение Вот ощущение, что ты живешь в этом городе Что ты делаешь какие-то мутки Что ты такой весь затейник Это что, улица красных фонарей? Когда Вик почистит тебе хром Обсудим работу, которую Декс нам приготовил А как вы сюда проходите? Здесь даже двери нету Как? Как вы? А, Сарета Пойдем Так, этот чел Странный А что есть с ним такое? Ты что делаешь? Почему 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 он помечен? Опасный чувак, видимо У него оружие, походу, есть Пойдем, Джеки И смотреть в завтрашний день могут не только лишь все Здоров Окей, у вас свидание, если дела, я понимаю Там с кем-то кто-то общается Ой, как прикольно Ой, как круто здесь Йоу Все нормально Погладить А, я думал, ее поглажу А, это котик Ты же сфинкс, что ли? Сейчас, погоди А, это кто? Тебя тоже можно погладить? Пистолетиком, да? Мой мальчик Маленький Ладно, я просто погладить кошечку Все-таки я добрый человек Установка Эгиперплантов Популярная, но опасная процедура Ее могут проводить только квалифицированные специалисты Которых называют риперами В Найт-Сити есть несколько клиник риперов Где можно приобрести и установить импланты Выберите нужный протез из списка И откройте для себя новые возможности Привет, как твои риперские дела? Рад тебя видеть А, у нас, смотрите, есть такое меню Это если мы зажимаем Alt Понятненько Давно не виделись Всем обязан твоему визиту Да на задании тут Подключился к нейропорту клиентки Думаю, что-то подцепил Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект Сейчас вылечим тебя, малыш Ну, а как ты вообще? Как дела? Получил заказ от нового фиксера А, знаю, он по смерти А, я зачем нажал перемотать у кисарен Типа того Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее Я слышал кое-что про этого Декса Он только с виду Спокойный дядя Окей Мне нужен набор, как у взрослых, Вик Хочу прокачать оптику И поставить захват Да ладно Неужели? Наконец-то Вик, у меня новая жизнь Кто получает работу от Декса Дэшона Тот переходит в высшую лигу Старая техника не потянет А, само собой Ты молодец Только аванса он тебе не дал, да? У меня есть же деньги, да, какие-то? Нет у меня денег Не, ну, Дивик Я тебе все верну С процентами, как всегда Последний раз, слышишь? Давай в кресло Садись, расслабляйся Ну, давай Я чувствую себя так, будто бы я у стоматолога Я всегда нервничаю в эти моменты Я просто не знаю, что со мной будет делать И будет ли это больно Подключайся Давай Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой Киберимпланты Это механический протез, заменяющий части вашего тела Они наделяют вас особыми способностями Которые помогают вести бой эффективнее И выживать в опасных условиях В 2077 году Установка имплантов стала рутинной процедурой Но она по-прежнему требует хирургического вмешательства Ее могут проводить только Специалисты-риперы Опа-на Опа-на Как много всего Итак, у нас есть лобная доля Оптическая система Есть ладони Мы можем в ладони что-то ставить себе Также мы можем Боже мой, как много всего нам придется Ладно, давайте Оптическая система Что это такое? Оптика Кероси Улучшает зрение Ячейка модификации имплатов Распространенная система оптических имплатов Улучшающая зрение Позволяющая сканировать Окружающие предметы Вот это, мне кажется, важная вещь Так Типа мы что, установили или как? Установили Хорошо Посмотрим, насколько это изменит Наше восприятие Нашу картинку Так У нас доступны В ладонях какой-то предмет Баллистический Сопроцессор Повышает вероятность Рикошета При стрельбе Из стандартного оружия Связывает оптический имплант Система оружия Позволяя отслеживать Его состояние В реальном времени Так А мы можем Сколько мы можем Их поставить? Доступны предметы Два Вот здесь Вы сможете купить этот предмет Когда уровень характеристик Репутация достигнет Одиннадцатого Понятно Хорошо В коже Что мы можем В коже установить? Ага Это не по карману Да? Все Ладно И вот это Вот Мы можем Микрогенератор Поставить Кровеносную систему Когда у вас остается Меньше 15% здоровья Выпускается Разряд тока И наносящий урон Равный 20% запаса Здоровья Выбранного врага Мне нравится Мне нравится Вполне 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 Иммунная система Ничего нету Ничего Кожу мы ничего не поставим Давайте просто повсюду Прощелкаем Да и сенсор поставим Че уж там Нельзя И нельзя Получается Это все Первый тип Не самый плохой сканер Он показывает данные На роговицы глаза Ну а бонусом Создает помехи Для внешних Короче Объясню по простому Если тебя засечет камера Лицо будет смазано Но учти Тело все равно Будет видно И идеально Вот это подойдет Как раз Коннектится С Кироши Скажи Будет больно Или нет Заморозку Пожалуйста И заморозку Для заморозки Чтобы не больно Было шприцом колоть У тебя что нового Вик Я оттягиваю Оттягиваю просто Ну если честно Все как всегда И меня это устраивает Я когда-то жил В мире Где было важно Кто есть кто Кто с кем И что почем А потом? Однажды я все бросил И с концами Легенды я уже не стану Зато могу нормально Спать по ночам Понимаю тебя Понимаю Вот так Молодец Вот только маникюр не испорьте Он дорогой Сейчас обезболим И можно резать А я же просил Заморозку перед уколом Чувствуешь что-нибудь? Как будто у стоматолога Да Ты что Прямо в подробностях Ты сейчас как стоматолог Они тоже все время Задают вопросы Слушай Не издевайся Я старый А рука у меня своя Паскользнет еще Сейчас будет темно Не пугайся Да ладно Прям вытащил мне глаз Или выключил его Я не знаю Ну теперь давай проверяй Как работает магия Я тебя подключаю Поначалу может быть неудобно Но там знаешь помехи Он сейчас обратно вставит в них глаз Лицо в моих В мое лицо мне глаз вставил Боже мой Ну как тебе Я в порядке Так Лучше А что поменялось Че-то не вижу Сканирование людей Просканировать человека С помощью оптического Киберпланта Вы сможете узнать О нем много полезного Насколько он силен Какое оружие предпочитает И принадлежит ли Какой-то группе Опытному нетранеру Также доступен Список скриптов Которые можно применить Против этого человека Чтобы сканировать Виктор Вектор Гражданский Значит Устойчивость к огню 60% 50% к смерти Видимо Лучший рипер В Уотсоне Ветеран Найт Сити И старый друг Джеки Уэллса База данных полиция Теперь вам доступны Сведения о людях За поимку Или убийство Которых назначено Вознаграждение Их поможет Обнаружить ваш сканер Полиции все равно Сдадите ли вы Живыми или мертвыми Поэтому их судьба Зависит только от вас Это какой-то вестерн Прям уже Тебе понравилось О, жесть Достань оружие Ты должен увидеть Счетчик патронов И новую мушку Окей, достать Так, а что с вирусом? Там еще этот нейровирус С последней работы Проверишь? Я уже проверил И удалил Когда ставил тебе имплант Заодно слегка Почистил поясов Считай Официальная проверка Антивирусом Спасибо, Вик Черт, Виктор Даже не знаю Что сказать Пообещай, что будешь Это принимать Два нажатия сразу Еще два через час Что это? И что это? Мягкий стимулятор Ускоряет нейротрансмиссию И устраняет часть Побочных эффектов От адаптации импланты Спасибо еще раз, Вик Я у тебя в долгу А, такое все стало Видя В шуму Все Покажи там всем Только старика не забывай Когда выйдешь там Когда выйдешь там В свою Высшую липу Да-да-да Я тебе еще денег должен Получается Я обязательно Выплачу Ты где там застрял? Давай Джеки пишет мне Йоу Ну-ка Жительница Найт-Сити Ника Гриффин Ты? Жительница Найт-Сити Принадлежности нету Сведения Отсутствуют О судимости Эмили Тернер Ну понятно Хорошо Кого? Ты? Тахир Хадауи Интересно Неужели они Для каждого Это имя придумывали? Для каждого человека У тебя есть имя? Улыбнись, да? Скотт Хаммонд Или такой-то Генератор имен Он что В VR-очках что ли? Ты в VR-очках? Василий Николаев Жительница Почему-то Жительница Василий Николаев Русский чувак Такие Как ты Всегда что-то Продают Что хочешь? А что-то Можно? Окей Твоя сердечная чакра Немного в дисбалансе Боже мой Джеки Но тебе надо Избегать мест С негативной энергией И вообще Тут такие новости Я поговорил с Дексом Пока тебе кромсали Он подъехал Чтобы с тобой поболтать Парканулся тут В двух шагах Около Крамш и Бургерс Окей Постараюсь договориться Пойдемте Пообщаемся с ним И на сегодня Хватит Не только Вам Привет Хочу тебе кое-что подложить Дело довольно деликатное В последнее время На улицах стало много Киберпсихов Ты наверное в курсе Меня эта тема Очень интересует По разным причинам Зачем я достал Убери Тут оружие Ладно Я не буду вмешиваться Сейчас Окей Здорово ребят Олег Даркевич А ты кто? Так Если вы не хотите убивать врагов Вы можете обезвредить их Несколько способов Используя Несмертельное устранение Несмертельные скрипты Несмертельное оружие Эмигранаты И некоторые боевые устройства Модификации Которые превращают оружие В несмертельное Если оружие Боевое устройство Или скрипт Наносит Несмертельный урон Это будет указано В их описании Окей Погоди Это Декстер О блин Я Киану Ривза ожидал Я знаю что в игре есть Ладно Здравствуй Мистер Ви Рад встрече Декстер Дышон Собственной персоной Не люблю Когда курят в машину Езжай Не против Если я сначала спрошу Что на твой взгляд Лучше Быть никем И спокойно дожить До старости Или вписать Своё имя В историю И отдать Богу душу Ещё до 30 Спокойно дожить Это что проверка Наверное главное Чтоб тебя запомнили Мне важна победа А не участие Цена не главное Классика Есть ещё молодёжь Которая любит рисковать Уважаю Да понял Теперь слушай У меня на примете Серьёзное дело Гораздо серьёзнее Чем громить Притоны мусорщиков Погоди Дай-ка теперь я Спрошу Декс Зачем это всё Причём тут я Ты мог позвать Джеки или Тибак Мог рассказать Всё по телефону Я старомоден Люблю смотреть В глаза Тому с кем работаю С Джекстером Я уже встречался Тибак Помогала мне Ещё два года назад Вот тебе и ответ Кроме того У меня есть Маленькое задание Специально для тебя Я расскажу Ну и Что за дело Ты примите Есть один прототип Биочип Если точнее Его надо забрать Вот и всё А У корпорации Наверное Угу У Аросаки Это же не проблема Нет конечно Корпораты Те же мусорщики О Ты настроен Серьёзно Чувствую Это станет Началом Прекрасной Дружбы Подкриканной Большими деньгами Ты уже всё придумал У тебя есть план Расклад такой Сначала Уладь Небольшое Дело С парнями Из мальстрёма Потом поговори Заказчица И биочипа Ничего сложного Она просто нервничает Хочет увидеть исполнителя Так А что за дело Надо уладить С мальстрёмом Вставляю щепку Классическая история Две недели назад Банда психов Перехватила груз Мелитех Разжилась техника Корпораты До сих пор Не знают Что это были Мальстрёмовцы Среди этой техники Был бог Маленький Боевой робот Прототип Образец Передовых Военных Технологий Мне нужен Этот борт Без него Мы не доберемся До чипа И не попадем Ни в какое Светлое будущее Только учти Эта игрушка На один раз Деньги за болта Уже заплачены Мальстрём Проблема в том Что контракт Я заключил С человеком Которого звали Брик Он был У Мальстрёма Главарем Мы ударили По рукам А через три дня Его сместил Ближайший друг Из-подвижника Саймон Рэндалл Он же Ройс Теперь Он главный И я понятия Не имею Что он думает О контрактах Своего предшествия Добавок ко всему Украденным грузом Очень интересуется Некая Мэридит Стаут Из Мелитеха Так А кто это Мадам Корпоратка Из отдела безопасности Носится по городу Как угорелая Спрашивает Куда Делся груз Возит в багажнике Парня Который Как-то Причастен Корпорации Не прощают Ошибок Поэтому Она уже Наверное Отчаилась Подумай Как обернуть Это себе На пользу Думаю Контакты Этой сыщи Лишними не будут Пересылаю Расскажи О нашей заказчице Зачем ей Меня видеть Ее зовут Эвелин Паркер Я пытался Пробить ее По базам Начал спрашивать По городу Так и что Откликнулись Ребята из пассивики Попросили Чтоб я Перестал спрашивать А девочке Просто хочется Увидеть того Кто будет Выполнять заказ То есть Пойдет Прямо в пекло Меня там Не будет Тебак Не очень Любит людей А Джеки Не лучший Представитель Сам понимаешь Почему Так что Выбор пал На тебя Думаю Я знаю Все что надо Пора за работу Как приятно Слышать Встречу С Эвелин Паркер Я тебе устрою А болтом Займись уже сам Окей Слишком много Информации Будем по ходу Дело Разбираться Все я точно Не запомню Да Так тихая жизнь Или смерть В лучах славы Я же уже ответил Или он До скорого Или он так Просил Знаете Чтобы Поскольку Вот сейчас Я вступаю На дорожку Точнее Я решаю На какую дорожку Вступить Джеки Я поговорил С Дексом Гордит Ты большой человек Во всех смыслах Скажи Так Этот хрен Меня обрабатывал Хочет убедиться Что мы профи Видимо профи умеют Разгребать говно За Мальстрёмом и Мелитех Куда он поедет Какой-то бот Военная разработка Мальстрём его украл А Декс купил Но не получил Потому что у них Сменилось руководство А да Слышал Ройс устроил Брику Кварцовый переворот Типа того Декс сказал нам Поговорить с Ройсом Ещё дал номер Какой-то бабе Из Мелитеха Но Не знаю Как она нам поможет Чинган Так Не слышу восторга В голосе Ты что-то знаешь Про Ройса Ройс Просто наглухо Ебанутый Для него кром Как наркота Для торчка Ещё вот какое дело Мне надо встретиться С нашей заказчицей Эвелин Паркер Тебе А Декс что будет делать? Ездить в лимузине И болтать с девочками? Паркер потребовала Кого-то из команды Декс отправил меня Хозяин барин Итак С кого хочешь начать? С Мальстрёмовцев Или с Паркера? Закачиваться Наверное начну Я бы сначала Встретился с Паркером Надо посмотреть Кто она И чего хочет Орели Тогда я поеду Колфудс И посмотрю Что там почём Доста дуэго Хорошо Декстер Спасибо что подвёз Меня прямо К нужному месту Дальше я сам Это прям мой личный Убер был Хорошо Давайте сохранимся Сохранение Прекрасно Мне нравится Пока что мне нравится Друзья И если вам тоже нравится То обязательно Поставьте лайк Чтобы я видел Что вам это всё интересно И вам интересно Проходить со мной Также не забывайте Про мои соцсети Про подписку на канал Если вы здесь впервые Подписывайтесь Жмите на колокольчик Ставьте все удовольствия Чтобы не пропускать Новые прекрасные видосы Которые здесь выходят Также очень важный момент У меня открылся Уже месяц Как открылся Собственный сайт С комиксами моими И с мерчом Моим официальным мерчом Так что заходите По ссылке в описании Приобретайте Поддерживайте Меня и мои проекты На своём был Юджин И всем Пять